Привет, друзья! Это самая свежая сводка с фронта, а также новости мировой геополитики. Этот конченый наркет Зельц пронюхал последние остатки мозгов. Как оказалось, вот эта ракета, которая задвухсотила двух польских фермеров и ударила по польской территории, это была украинская ракета ПВО. И это в открытую уже признали в Белом доме. Лично Байденюх, лично признал. А Зельц со своим обнюханным носом до сих пор продолжает утверждать, что ракета российская. Несмотря на то, что уже даже его хозяева в Белом доме говорят, что это ракета, отправленная людьми Зельца из ВСУ. Вашингтон считает взорвавшуюся в Польше ракету украинской. Эту позицию глава Белого дома подтвердила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. По ее словам, США провели ряд дискуссий с Украиной и Польшей, чтобы прояснить факты. В то же время Жан-Пьер в очередной раз заявила, что в конечном счете во всем якобы виновата Россия. Официальные лица США и Польши контактировали с Украиной, чтобы прояснить факты. Имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дудда о том, что этот взрыв, вероятнее всего, был следствием того, что украинская ракета, система противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польшу. Однако главное здесь то, что Украина имеет право защищать себя, как мы уже говорили множество раз. Зависимый от препаратов, наркозависимый чмошник, придумал себе, что он является центром вселенной. Да, по рейтингу действительно Байден, Америка и стоящие за их спиной транснациональные олигархические группировки действительно надули это пустое место. И пустое место себе придумало, что оно может идти вопреки приказам и директивам своих хозяев. Байден говорит, что это украинская ракета, а Зельц берет и вставляет свои пять копеек. И после этого Байдену люди говорят, что вот Зеленский сказал так, он вам перечит. Но Байден все это запомнил, все это записал. Такие люди, как Байден и в Америке, весь вот этот политический класс, они все полностью помнят. И Зеленский звонил Байдену недавно, и Байден не взял от него трубку. Потому что вот это пустое место чересчур много выпендривается и берет на себя много обязательств. Он никто, полный ноль. В Украине он не достиг ничего. Он только воровал и грабил еще больше, чем Порошенко. Ничего не построил, ничего не создал. Кроме как распродал землю транснациональным корпорациям барых типа Монсанты, агрохолдингам каким-то западным. Разграбил все остатки, что можно было. И теперь сдал страну в проституцию англосаксонским странам, тому же Байдену. Сдал в аренду оружейной мафии и финансовому паразитическому капиталу. И его как надули, этого несчастья, его точно так же могут и сдуть. И в принципе ему Байден об этом и говорит, что он чересчур озворел. Но потому что зелье он занюхивает свои ноздри вместе со всей своей группировкой. И он же мозгами уже не думает. Бабки эти миллиарды долларов, которые он повыводил на счета зарубежные, они ему мозги уже полностью вскружили. Он же миллиарды держит в британских банках. И все его окружение, они воруют везде, всю гуманитарку выворовывают, оружие на черный рынок гонят, грабят. И самое главное, они держат мужское население Украины буквально в плено. Они не дают выехать им. Они выполняют директиву сражаться до последнего украинца. Причем даже инвалидов сейчас набирают в армию. Буквально гонят всех. Целое подразделение создают из тех, у кого здоровье вообще не позволяет воевать. И самое главное, что оно настолько озверевшее, эта банда Зеленского, что они даже американских ставленников, таких как Залужный, пытаются отодвинуть от политики для того, чтобы узурпировать власть и в одно горло воровать оружие, бабки и гумпомощь. Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженных формирований Украины Валерием Залужным назревает конфликт. Политик попросил военачальника избегать публичности, сообщают западные СМИ. Согласно опросам, популярность Валерия Залужного выросла и, судя по всему, настораживает главу страны. Немецкие журналисты считают, что Залужный сместит действующего президента Украины с занимаемой должности. Российские политологи считают, что пока Зеленский удобен для Запада. Когда ситуация изменится, то его обвинят в неудачах и вспомнят о военачальнике. В начале октября интернет-пользователи заметили на браслете Залужного свастику. Также донецкий хакер Джокер слил фрикантные переписки главкома с девушками-военнослужащими. Конечно, Залужный – это такой же чепуховец, как и Зелен. Но, по крайней мере, он не такой коррупционер. Вернее, не успел так сильно зашквариться в коррупционных скандалах, в воровстве и всем остальном. Поэтому население Украины ему доверяет больше. По крайней мере, то население, которое выступает за продолжение боевых действий, за сражение до последнего украинца, они сейчас по чуть-чуть от Зеленского переходят к Залужному. А Ермак привык воровать. Кирилльша Тимошенко привык воровать. Они привыкли нюхать и воровать в одно горло. Они хотят, чтобы дальше в британских и американских банках нарастали счета с миллиардов долларов, ограбленных в Украине с населения, с гумпомощи, с оружия, со всего остального. Они уже просто там у людей слетела крыша. Даже порох таким ворюгой конченным не был. Эти просто последние люди. Они всю страну просто уничтожают. Ермак, Кирюша Тимошенко и Зеля в своем коксовом угаре, своими обнюханными носами и полностью слетевшими с катушек мозгами готовы уничтожить все население Украины, всю страну. Да им плевать на этот народ. Они к нему не относятся. Ни по религии, ни по духу, ни по каким-то... Они полностью оторвались от украинского народа. Это воры и грабители, которые просто думают только про счета в своих банках западных, британских, американских, за что их за шкирки и держат, как своих ручных управляемых негодяев. Я думаю, что украинский народ сам рано или поздно не выдержит. И всю эту банковскую, всю вот эту вот зависимую, обнюхательную эту грязь оттуда вышвырнут во главе с этим последним нариком зелий и его дружками Ермаками. Но сейчас, друзья, давайте посмотрим, что происходит на фронтах. И начнем мы с Херсонского фронта. Давайте разберем по карте, что там творится в самых подробных деталях. На Херсонском направлении фронта украинские военные подразделения закрепляются на правом берегу Днепра. Командование ВСУ выводит часть штатных соединений ВСУ на другие участки фронта, заменяя их бойцами территориальной обороны. В окрестностях Белозерки был переброшен взвод 9-го сводного батальона территориальной обороны. А в Новокаиры рота подразделения терробороны. Четыре роты 5-го сводного и 3-го механизированного батальона в 28-й ОМБР ВСУ заняли позиции на аэродроме Чернобаевка и Вантоновке. Силы 59-го ОМПБР форсировали реку Ингулет через наведенный понтон вблизи Дарьевского моста и заняли рубеж Никольская-Новотягинка. За прошедшие сутки с железнодорожной станции Березнеговатое в район Кривого Роха были направлены 8 танков и 10 бронемашин ВСУ. Еще 5 танков будут переброшены в течение 19 ноября. Инженерно-саперные группы 28-й механизированной бригады ВСУ продолжают разминирование местности. За три последних дня на минах в различных районах области подорвались более 20 человек. В Снегиревке во время обезвреживания взрывного устройства подорвался командир саперной роты ВСУ. Погибших и раненых эвакуируют вертолетами армейской авиации. Российские ракетные удары буквально поставили на колени всю энергоструктуру Украины. И сейчас города остаются, крупные города, такие как столица Украины Киев, сутками остаются без света, без электричества. Плюс Россия еще и начала удары по газовой инфраструктуре понемножку. И Украина в разгар зимы по сути останется без газа, без света. И тогда недовольное население задаст вопрос Зеленскому. Ты что творишь? Что ж ты саботируешь? Что ж ты мужчин не выпускаешь? В плену держишь? Что ж ты всех на фронт отправляешь? А твои детки, твоя семейка то в Великобритании, то в Израиле, то еще где-то? Что ж вы все олигархи жируете? Что у вас всех есть газ, свет и все прекрасно? Украинский народ на убой отправляете в интересах Борисов, Джонсонов, Беденюков и каких-то прочих заокеанских барых империалистов и глобалюх. А сами жируете, кайфуете. Кличко он в Германии там на батутиках прыгает, радуется. Вся семейка у него там, у Парашенки, у всех остальных олигархоидов. Так, а народ грабят на убой, отправляют, кайфуют и считают доллары потом в западных банках и под крышей западных спецслужб. Это ж народ весь видит, это ж все знают. Там мужики все в плену и что-то, не дай бог, не так вякнет. Все, обвинят, что агент Кремля, посадят на зону, зачистят, завалят просто вот по беспределу. Прям заедут и завалят, и все. Никакого с законом и порядка нет. Америка на все это закрывает глаза, дала зеленую, понимаете? Вот такой вот беспредел тотальный, вот такая политика двойных стандартов. Вот так вот этот гегемон золотого миллиарда американский правит этим миром. Вот так он и удерживает свою власть. И потом рассказывает о мире, основанном на порядках. На чьих порядках? На порядках олигархического финансового капитала и шестерок, типа Демпартии Штатов. А? Чей порядок? А Киев остается без света. Украинцы простые, простой народ мучается. И сейчас власть предлагает им покинуть Киев. Вот такое вот классное предложение. А бабки кто даст? Западники дадут? Так если и дадут, то обнюханный нос взяли. Ермака, Кирюша, Тимошенко все это украдет. Работы нет, ничего нет. Мужиков держат. Бизнес, экономика все уничтожено, дограблено коррупционерами из СБУ и МВД. Добито, уничтожено. Бизнесмена в лес вывозят, гасят просто физически и отжимают бизнес. Идет беспредел, грабежи. Банды всяких продажных напциков грабят просто под крышей СБУ и МВД. Идет полный, тотальный беспредел. Людям жрать уже нечего, работы никакой нету. И что они предлагают? Пойти на убой, на фронт. Уже Киев хотят людей оттуда вышвыривать, потому что нету электроэнергии. А сами будут сидеть на банковой и жаровать, чтобы их никто не качнул. Вот так из Киева возьмут и выкинут людей. Власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии, заявили в городской администрации. Ранее СМИ сообщали, что в столице зарегистрировано рекордное количество отключений и снабжения за сутки. Уточняется, что из-за серьезных повреждений инфраструктуры отключение электричества в Киеве будут особенно длительными. Ну вот они сейчас людей хотят из Киева тупо выгнать. И никто не даст ни копейки денег, ничем не помогут. Да им плевать на простых людей. Все, до последнего украинца идите сражайтесь. Прикрываясь патриотизмом, рассказывая, что за свою землю, за свой народ, а по факту за миллиарды зелий в британских банках. За золотые унитазы Ермака, Ахметова, Кирюши Тимошенко, всей этой банды, которая грабит просто украинский народ под соусом патриотизма. В связочке с западными барыгами, западными центрами власти. Вот и все, вот и вся правда вам. Ну а теперь, друзья, давайте отвлечемся от обнюханных носов зелий его администрации. И посмотрим, что происходит на Запорожском направлении фронта. Где идут очень ожесточенные боевые действия. И со временем будут только обостряться в ближайшем сроке. На Запорожском направлении фронта командование ВСУ продолжает концентрировать силы на передовых позициях для проведения вероятного наступления на город Мелитополь. По данным жителей области, на всем протяжении фронта планируется сосредоточить от 25 до 40 тысяч человек ВСУ. На жетестанцию в Вальнянске прибыл эшелон с 20 единицами военной техники и вооружения, включая несколько пустовых установок РСЗО М142 «Хаймерс». Накануне на второй линии обороны оборудованы огневые позиции для американских реактивных систем залпового огня. Также пару дней назад через Днепропетров в сторону Запорожья прошли несколько грузобяков со снарядами к РСЗО. В район Преображенки прибыли два неустановленных батальона ВСУ. Вероятно, с Херсонского направления были переброшены. Концентрация личного состава проводится в районе Орехово-Гулейполя. Но сейчас давайте посмотрим, что происходит на Сватово-Кременном направлении фронта. На Сватово-Кременном направлении фронта русской армии, благодаря действиям авиации, были сорваны попытки наступления ВСУ, усиленных иностранными наемниками со стороны Паршатравнево, Кисловки и Крахмального Харьковской области. По данным российских сводок, было уничтожено три танка и одна БМП, а также два бронетранспортера ВСУ. Ну и американцы начинают понемногу приходить к тому, что Украина не сможет силой выбить российский военный контингент с территории Украины. То есть они уже понимают это. Более того, Россия в результате референдума объявила часть вот этих взятых территорий Украины, территории Российской Федерации. Теперь будет стоять до последнего, запускать и задействовать возможно даже весь свой мобилизационный ресурсный потенциал. В долгосрочной перспективе это все равно приведет к победе России. И уже сейчас в Америке многие начинают это понимать и вопреки официальной позиции Вашингтона и Белого дома начинают об этом говорить. В частности это пентагоновская бюрократия, начальники штабов, военные, генералитет и в частности военный Марк Милли заявил о том, что Украине нет возможности победить в этом конфликте и необходимо садиться за стол переговоров. Давайте послушаем позицию Милли. Генерал из Пентагона Марк Милли внезапно заявил, что Киев никогда не победит, а значит наступающая зима открывает возможности для начала переговоров с Россией. Как пишет Wall Street Journal, это высказывание бросило вызов официальной позиции Вашингтона. В статье говорится, что Милли опытный политик, обладает уникально широким влиянием. Возникшая недавно в США тенденция к переходу отставных военных офицеров в высшие эшелоны власти приведет к еще больше людей к власти, чье мнение будет резко не совпадать с официальной позицией администрации. Причем и в самом Белом доме разногласия по конфликту на Украине появились с самого ее начала, пишет издание. В СУ не смогут выбить российские войска с Украины. Такую оценку ситуация дал глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. По его словам, вероятность того, что киевскому режиму удастся выдворить россиян с территории государства крайне мала. Военная задача, заключающаяся в том, чтобы физически добиться выдворения россиян с Украины, очень сложна. Политически же может быть решение, в соответствии с которым россияне выведут свои силы. Такое возможно. Надо вести переговоры тогда, когда Вы сильны, а Ваш оппонент ославлен. И все это затягивание конфликта играет не в пользу Украины. Как я уже говорил, у России больше ресурсного и мобилизационного потенциала, чем у Украины. А западная помощь будет истощаться. Более того, когда будет полностью уничтожена украинская экономика, украинская энергетика, то, скажем так, кошельки Запада по накачиванию Украины, по поддержке ее экономики, они просто начнут надрываться. В самих западных странах начнутся антиправительственные бунты, восстания. Оппозиция начнет приходить к власти, отодвигать. Ну то есть Украина это как бездонная коррупционная яма. И там будет зарабатывать Байденюк деньги на коррупции, на всяких мутках. Сейчас республиканцы уже начинают антикоррупционные скандалы поднимать, обвинять Байденюка. Но они добиваются того, чтобы с ними поделились бабками. Чтобы это не было чисто кормушкой демонократов. С ними поделятся, но они все равно будут собирать компроматы, готовить удар по всей вот этой провластной в США группировке. Параллельно с этим в Европе, Европа уже в принципе не нравится весь этот конфликт. Уже даже марионетки трансценального капитала в лице Шольца и Макрона пытаются как-то примирить стороны. Но их держат за задницу их хозяева олигархи мировые и Америка, которым это все раскачивать выгодно. Но Европа по чуть-чуть уже надрывается. То есть Россия может затянуть этот конфликт, уничтожить украинскую экономику, выбить инфраструктуру и тогда вручную придется Западу Украину греть, Украину поддерживать. Это миллионы, миллиарды, в кучу это триллионы долларов, которые будут по большей части распилены и разворованы. Более того, у России мобилизационный потенциал это 25 миллионов человек. 25 миллионов готовых держать в руках оружие. Украина это, ну я считаю, два, максимум три миллиона. Хотя Арестович и другие там говорящие головы Офиса Президента Украины заявляют, что 5-5,5 миллионов. Но я в эти цифры слабо верю. Но они держат в плену буквально все мужское население. Их не выпускают из страны, их реально держат. При том, что работы нет, всего нет. И действительно это может вспыхнуть какие-то внутренние противоречия и восстания. И пока что СБУ, МВД и карательные подразделения с этим справляются. Но как будет дальше, непонятно. Давайте, друзья, также посмотрим, что происходит на других направлениях фронта в деталях по карте. В частности, обратим свое внимание на фронты Луганской области. Также ВСУ атаковали в направлении Чернопоповки и Площанки в Луганской области. Но там их встретили российские подразделения. И по данным российских сводок уничтожили до 50 ВСУшников и 3 БМП. А теперь давайте обратим свои взоры на солидарское направление фронта. На город Артемовск, который уже частично взяли российские войска. И там сражаются отряды ЧВК Вагнер, Евгения Пригожина. Которые всю эту кампанию шли только вперед. И даже когда на других направлениях отступали. Даже когда ВСУ численно превосходило их значительно. Они все равно шли вперед и брали Артемовск. И сейчас они это почти заканчивают. По всему солидарскому направлению вооруженные силы России. В частности отряды ЧВК Вагнера идут вперед. Давайте сейчас посмотрим в деталях по карте, что же там конкретно происходит. На солидарском направлении фронта. В окрестностях Бахмута и Солидара продолжаются интенсивные бои за контроль над населенными пунктами. ВСУ там несут огромные потери в живой силе. На Бахмутском участке штурмовые отряды ЧВК Вагнер блокировали одно из подразделений 53-й ОМБР ВСУ. Часть личного состава украинского соединения отказалась выполнять там боевые задачи. Из-за тяжелой ситуации на участке украинское военное командование перебросило 185 мобилизованных для восполнения потерь 53-й бригады. В том числе взвод отказняков из Житомира. В Покровск также прибыл эшелон военной техники 24-й ОМБР, который был переправлен с Херсонского направления. После перегруппировки ударные отряды 53-й ОМБР ВСУ попытались занять ранее утраченные позиции. Однако российские военные при поддержке артиллерии отбили атаку ВСУ. На Солидарском участке в ходе интенсивных боев в районе трассы Бахмут-Солидар подразделения вооруженных сил России смогли выдавить украинские военные силы. Но в результате контрнаступления 53-я бригада смогла оттеснить российские войска. За прошедшие двое суток Бахмутский гарнизон потерял 18 человек грузом 200, 10 из которых погибли в результате дружественного огня артиллерии. Еще 99 бойцов ВСУ получили ранения. Из них 14 были эвакуированы из района боевых действий за обморожение ввиду отсутствия зимнего обмундирования. И глава ДНР в прошлом Пушилина, сейчас благодаря референдуму глава Донецкой области в составе Российской Федерации, как это считают в России. И вот он заявляет, что буквально по всей линии фронта пошла атака со стороны российской на позиции ВСУ. Что медленно, но уверенно российская армия продвигается вперед и берет один за другим населенные пункты. ВСУ, конечно же, сопротивляется по максимуму. Плюс западная спутниковая космическая разведка, западные системы вооружения, всецелая помощь Запада финансовая, она все равно не играет такой гигантской роли. Да, она затормаживает российскую армию, но остановить полностью ее не может. Давайте послушаем позицию Пушилина. Подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие, как нам хотелось бы быстрые продвижения и ежедневное освобождение населенных пунктов. С учетом сложившихся всех факторов обстоятельств, мы видим, что каждый населенный пункт, даже небольшой, но он имеет значение и как для нас, так и для противника. И противник предпринимает все, что может для того, чтобы удержать эти населенные пункты. Артемовск тоже ситуация сложная, дополнительные силы бросает противник, но тем не менее мы видим, что там и вагнера работают, опираясь с одной стороны на третью бригаду, с другой стороны опираясь на другие подразделения. Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождается. Да, с боями сложно, но только движение вперед. Российская сторона понемножку наносит удары высокоточным оружием, а также дальнобойной артиллерии. В основном, по большей части удары наносились по энергетической инфраструктуре Украины. Понемногу начинают переходить и на газовую инфраструктуру Украины. И скоро, я думаю, что и газовые хранилища, по ним будут удары. Пока еще российская сторона это не может делать, но я думаю, в обозримом будущем это тоже будет. И также удары идут по стратегическим предприятиям Украины. В частности, вот сегодня прилетело по Моторсичи, где, в принципе, это было одно из единственных предприятий, где чинилась украинская авиация. Теперь, судя по всему, не будет. За последний месяц 90% ракетных ударов Российской Федерации приходилось на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Но сегодня удар пришелся на одно из самых главных системообразующих предприятий страны. А конкретно удар прилетел в Моторсич. Сейчас это одно из ведущих предприятий по производству, обслуживанию и ремонтизации авиационной техники. И учитывая то, что основной парк украинской авиации состоит из вертолетов Ми-8 и Ми-24, то уничтожение этих цехов Моторсичи создаст проблемы для поддержания винтокрылых машин в летном состоянии. Ну и вот такие стратегические предприятия российская сторона понемножечку уничтожает. И в целом вся украинская экономика по чуть-чуть схлопывается, по чуть-чуть ей приходит тотальный конец. Что еще больше увеличивает траты западных государств. А параллельно с этим российская сторона полностью уже восстановила Крымский мост. Давайте посмотрим, что сейчас с ним происходит. Установка всех четырех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста завершена. Рассказал об этом вице-премьер Марат Хуснулин. И в ближайшее время сказал, что начнется завершающий этап ремонтных работ. Движение автомобилей и автобусов по переправе сейчас возобновлено в полном режиме. Этим утром мост перекрывали на 12 часов. А сейчас по нему можно проехать на легковых авто. Грузовикам пересечь Керченский пролив пока возможно только на паромах. Полностью восстановить движение обещали во второй половине декабря. А в это время в Конгрессе США республиканцы понемножку начали прихватывать за горло дьяволократов. И по чуть-чуть, в принципе, требовать бабки с этих всех схем, обелечивать их. Параллельно схемой ограничивать. Параллельно прикручивать их. Ну и по чуть-чуть, собирая компромат на дедушку Байдаюха, понемножечку прижимая его. Все уже такой лафы односторонней со стороны дьяволократической группировки не будет. Вот такого тотального распила на вооружениях и выделениях средств Украине. Конгресс США внесли резолюцию о контроле за расходованием средств, выделяемых Украине. Инициатором стала член от республиканской партии Марджери Грин. Депутат констатировала, что на многие миллиарды, переданные Киеву, Белый дом уже мог бы обезопасить американскую границу. Но власти заняты другими проблемами. Республиканка заявила, украинский конфликт это прокси-война, которую Вашингтон ведет против Москвы. А сама Украина, по сути, стала 51-м штатом США. Республиканцы сейчас немножко повоняют, потом обелетят все эти схемы. И как дальше накачивали страну оружием, так далее и будут это делать. Как давали финпомощь, так и будут делать, только здесь будут учтены интересы респов. Параллельно с этим, они будут самого демократического вот этого дедулю облаживать компроматом. И потом все эти схемы все на него повесят. То есть они сейчас все умно закрутят республиканцы. То есть частично действительно финансирование Украины будет ограничено. Но говорить о полной ликвидации финансирования и помощи Украине со стороны США не приходится. Будет поддерживать весь золотой миллиард, будет еще даже больше, чем ранее. По крайней мере мне так кажется. Ну и друзья, мы все с вами помним те жуткие кадры расстрела уже сдавшихся в плен российских военнослужащих. 11 человек, которых просто тупо ликвидировали военнослужащие Украины. Причем безоружных, сдавшихся в плен. И сейчас уже этот вопрос подняли на уровень ООН. Конечно, я понимаю, что все эти западные инстанции, все эти ОБСЕ, МАГАТЭ, ООН. И они по большей части зависят от Соединенных Штатов Америки и представителей мирового финансового капитала. И поэтому будут говорить то, что им надо. Весь этот мир, основанный на правилах и порядках, он управляется конкретными барыгами. И их лоббистами в лице власти заокеанского этого гегемона. Поэтому что-то от них ждать такого не приходится. Но по крайней мере этот вопиющий случай стал достоянием общественности. И его уже обсуждают с трибун ООН. В ООН отреагировали на видеозапись, где предположительно изображен расстрел российских военнопленных. Заместитель председателя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил сегодня журналистам, что организация призывает, я здесь даже процитирую, все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности. Вот такая размытая формулировка. Напомним, накануне в соцсетях появилось видео предположительного расстрела российских солдат, которые сдались в плен ВСУ. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, снятые эти кадры были в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ заявил, что потребует провести международное расследование. Такое же требование прозвучало и в российском МИДе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Украинская сторона официально пока все это никак не прокомментировала. И вот такие ситуации, они будут еще более ожесточать боевые действия. Российская сторона начнет в ответку действовать тоже радикально. Пленных будут брать в плен поменьше. По крайней мере представителей каких-то националистических, патриотических украинских структур. Их, возможно, в плен вообще не будут брать. Но какой смысл военнослужащим спиритка это делать, если их потом могут обменять, если потом могут как-то договориться, передоговориться и все. И видя вот то, как российских военнослужащих просто тупо лишают жизни, при том, что они сдались уже в плен, они безоружные, они не могут сопротивляться, то есть воевать с безоружными. Но это низко, грязно, пошло. И это будет ожесточать и ожесточать все стороны конфликта. Возможно, кто-то целенаправленно это и сделал, понимая все это, для того, чтобы разжигать, для того, чтобы запугать российскую сторону. Но славяне в целом, да, и украинцы, и россияне, они на такие акты только еще больше обозливаются. Запугать здесь не получится. Славяне такой народ, что они вкапываются в землю и сражаются до последнего. И вот самое страшное, что англосаксы это поняли и конкретно на этом и пытаются играть. Но дай Господь, все будет хорошо, рано или поздно мы решим все эти проблемы. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Бог на нашей стороне. И дай Господь, все это рано или поздно закончится. Молюсь за каждого из вас. А сейчас нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал. Также нажимайте колокольчик и вкладочку «Все», чтобы все оповещения своего канала к вам приходили. Вместе, рано или поздно, мы победим всю эту паразитическую систему. Закончатся эти империалистические войны. Господь с нами. А если Он с нами, то значит, что мы все равно рано или поздно победим. Какой бы ценой нам не досталась эта победа.